Татьяна Устинова Шекспир мне друг, но истина дороже Всю ночь ревел и грохотал запутавшийся в кровле ветер, и ветка старой липы стучалась в окно, мешая спать. А с утра пошел снег. Максим долго и бессмысленно смотрел в окно, просто чтобы оттянуть момент, когда все же придется собираться. Крупные хлопья кружились в ноябрьской предрассветной метели, медленно падали на мокрый почерневший асфальт, фонари мерцали в лужах уродливыми бледно-желтыми пятнами. Москва из последних сил ждала настоящей зимы, чтобы, как только она придет, начать ждать весну. Максим больше всего на свете любил весну, зеленую, жаркую, полуденную, осоловелую, с квасом из бочки и прогулками в нескучном саду. Но до нее еще жить и жить, и как-то не верится, что доживешь. Свет бил по глазам, в голове гудело, будто в трансформаторной будке. Ведущий новостного канала, возмутительно бодрый для половины шестого утра, рассказывал, что предсказанное потепление на европейской территории немного задерживается и ожидается снегопад. «Иди к черту!» — посоветовал ведущему Максим Озеров и выключил телевизор. Сашка уже убежала на дежурство. В ее умении просыпаться в неизбывно хорошем расположении духа заключалось необъяснимое для Озерова шаманство. Сашка была весела, легка, всегда с удовольствием завтракала и всем своим видом напоминала Максу породистую деловитую таксу, собравшуюся с хозяином на лесу. Сам он так не умел. Чтобы встать, ему приходилось заводить по десять будильников. По утрам кровоточили неизвестно откуда взявшиеся за ночь заусенцы. Озеров замерзал, шаркал ногами, сшибал углы и мучился от осознания собственного несовершенства и душевной лености. Сашка его жалела и, если ему случалось уходить раньше, готовила завтрак. Он всегда отказывался, а она его заставляла есть. На столе стояла чуть теплая турка с остатками кофе и громадная старинная корзина с крышкой, ремнями и потемневшим латунным замочком. Корзина была покрыта махровым кухонным полотенцем. Из-под полотенца торчал полированный термос и оптимистический край краковской колбасы. Корзине был пришпилен листочек с подписью «С собой». Значит, снег. Максим Озеров с вызовом вытащил из шкафа и оглядел свой красный походный с подранным рукавом пуховик. Ну, пуховик, а что такое? Если снег валит, впереди четыреста верст с гаком, значит, пуховик, а вовсе не щегольское пальтецо, на которое он рассчитывал. Предсказанное потепление задерживается, ясно сказано. То есть, видимо, его следует ждать к весне. «Весна!» — продекламировал Максим в тишине квартиры. «Выставляется первая рама! И в комнату шум ворвался! И благовест ближнего храма! И говор народа! И стук колеса!» Хорошо, хоть вчера на сервисе проверили колеса, все четыре, и ни одно не стучит. Он влез в пуховик, закинул рюкзак на плечо, схватил Сашкину корзину, та приветственно хрустнула, и вышел вон. Озеров гнал свой внедорожник из Москвы, натужно скрепили дворники, широкие шины с гулом давили мутную воду в раскатанной колее федеральной трассы «Волга», фары резали серую пелену снега и мороси. Вчера он договорился заехать на дачу за Федей. Кратово было по пути, но сейчас Максим надеялся, что Величковский проспит, и тогда он на нем отыграется. Поблуждав немного по старому и очень сонному поселку, Озеров, наконец, вывернул на нужную улицу. У ворот одного из домов маячила сутулая фигура, облаченная в ядовито-зеленый балахон, чудовищных размеров брезентовые штаны и оранжевые меховые мокосины. Образ завершала надвинутая на глаза банная войлочная шапка с надписью «Крупной вязью пар всему голова». В одной руке фигура держала рюкзак размером с небольшой дом, в другой, Озеров почти не поверил глазам, бутылку шампанского. По балахону, оказавшемуся сноубордической курткой с львиной мордой на спине, струился черный провод наушников. Федя Величковский не проспал. «Господин режиссер, что же вы мне не сигнализировали? Мы же уговорились, что вы будете звонить. А вы надули мальчонку?» Федя, кое-как упихав в багажник свой неимоверный рюкзак, бесцеремонно зарез в корзину с Сашиными припасами, оценивающий обнюхал колбасу и с энтузиазмом и даже с некоторым вожделением вопросил. «А яйца вкрутую и свежие огурцы есть?» «Товарищ сценарист!» — Озеров зевнул, не разжимая челюстей. «Сарынь на кичку! Садись давай! И вам доброго утра!» Хлопнули двери, довольно рыкнул бензиновый В-8, и лифтованный темно-зеленый с ярко-оранжевым шноркелем джип весело покатил по размытой поселковой дороге. Величковский сбросил меховые макосины и, подобрав под себя ноги, как йог, устроился в широченном кожаном кресле. «Завтракать будем во Владимире на заправке», — распорядился он. «Я все продумал». Под глупой войлочной шапкой нестерпимо чесалась голова, но Федя твердо решил, что шапку ни за что не снимет, во всяком случае, пока начальник не обратит на нее должного внимания. «Угу», — без всякого энтузиазма отозвался Озеров. «Нет уж, одним «угу» дело не обойдется». Величковский почесался и продолжил проникновенно. «Вы, господин режиссер, заправите свой экипаж, а я, Чайльд Гарольд, буду заедать скверно сваренный кофе сосиской в тесте. Устроившись за столиком у окна, буду смотреть на стремительные авто, пролетающие сквозь туманы с черно-серебристой взвеси снега и дождя в...» Федя на секунду запнулся, подбирая наиболее пошлый эпитет. «В едва вылупившееся, неприветливое, хмурое утро». «Низкопробно», — вынес вердикт Озеров. Для Величковского это была вторая поездка. Он пребывал в прекрасном настроении, любил весь мир и особенно себя в нем. Приглашение в экспедицию было равносильно вовлечению в круг посвященных, особым знаком, который означал «ты свой среди своих». Что-то вроде высшей правительственной награды и очень закрытого клуба, куда принимали только самых верных, близких и перспективных. Близким и перспективным Федя был всего полгода, и никто, даже Озеров, не догадывался, как ему это нравилось. Командировки придумал Владлен Орленович Градзовский, генеральный директор «Радио России», «Акула», «Столб» и «Мефистофель» родийного мира. Несколько раз в году Градзовский именным указом отправлял Озерова, своего главного режиссера «Подельника» и «Десницу», в какой-нибудь провинциальный город с театром, где Максим виртуозно и очень быстро записывал спектакли по русской иностранной классике для Госрадиофонда. Постановки получали европейские премии, уездные театры славу и небольшой приработок, а сотрудники радио ощущение причастности и отдыха без отрыва от родного производства. Работа в таких поездках всегда была чуточку понарошку. Вот и теперь главный режиссер, лауреат всего и абсолютный профессионал Озеров был уверен, что с чеховской дуэлью в Нижегородском государственном театре драмы управится дня за два, в худшем случае за два с половиной, а дальше неделя официальной командировки, когда можно болтаться по городу, бродить по музеям, сходить на комедию в театре, где уже все свои, пить пиво и есть раков в ресторанах на набережных. Именно так сейчас представлялись Озерову несколько дней из жизни московского режиссера в Нижнем Новгороде.